Вы знаете, что такое «Ночь музеев»? Нет. Я была в Санкт-Петербурге на таких выставках. Поразительно. Причем у нас очень много музеев, очень много, в которые можно посетить. Я еще не была. А почему именно ночью? Бесплатно, потому что... В ночь с 17 на 18 мая. Для того, чтобы приобщиться к искусству, денег не потребуется. Выставочные залы, музеи, галереи и художественные мастерские города готовы будут продемонстрировать свои лучшие экспозиции из самых дорогих запасников. В эту ночь искусство выйдет из-за рамки музейных стен. Оживут фасады исторических зданий, а на импровизированных интерактивных площадках пройдут мастер-классы по бумажному змею и расцветет царство флоры, рассказывает генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин. Ночь музеев – это особая, наверное, атмосфера в первую очередь, потому что люди приходят в музей как на праздник, приходят и знают, чего они хотят получить в этот день, в этот вечер, в эту ночь. И это создает, на самом деле, особую какую-то ауру, когда и искусство, которое представлено и у нас в наших музеях, и люди, которые стремятся познакомиться, либо еще раз окунуться в эту атмосферу. Все это составляет некую такую единую хорошую задумку, и у нас есть замечательная площадка, чтобы это все реализовать. В неурочный час в эту ночь в свои двери открывают сотни галереи культурных центров по всему миру. Нижний Новгород принимает участие в акции уже не первый год. В Год культуры, объявленный президентом, Ночь музеев номер 2014, как ее именуют, пройдет под слоганом «Нижегородская губерния быть особо». Важно, чтобы все то, что мы запланировали на этот год, чтобы все прошло на хорошем уровне, чтобы каждый, кто сегодня трудится в этой отрасли, каждый, кто занимается художественным творчеством, каждый, кто занимается в народных коллективах, смог показать себя, проявить себя. А вместе мы все должны всей России и всему миру доказать, что и предыдущие поколения многое сделали, и наше поколение достойно этого наследия. Затем, как город и область готовятся к такой инсталляции, сегодня смотрит министр культуры Сергей Горин. Он обращает внимание не столько на концепцию, сколько на детали. Хорошие академические рисунки и картины на песке, лишь бы было интересно. «Насыпаете сок, чтобы он лежал. И на нем можно рисовать». На выставки и концерты не прочь заглянуть и глава региона, замечает министр. Личное внимание Валерия Шанцева к культурным проектам. Открытие Года культуры, посещение выставок, театральных премьер и концертов уже многое изменило. В музеях стало больше посетителей, выросло число самих экспозиций. У нас за год выросло количество выставок на 15% и количество посещающих музеев на 20%. Но это очень существенный рост. Это говорит о том, что и наши музеи стали лучше работать. И о том, что у людей появляется больше интереса к выставочной и музейной деятельности. Люди хотят знать и свою культуру, и свою историю. А музей – это как раз и сохранитель нашей культуры и истории. Подробная программа еще только готовится, но уже сейчас известна. Начиная с 19.00 уникальные проекты представят более 50 творческих площадок. Некоторые будут работать до самого утра. В общем, главное – не проспать искусство. Анастасия Рябова, Михаил Гордняков. Объективно. ННТВ. 2000.